МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомельской области избирают цибулю. Медицинский суд Жихарка Калинковича после перолома позвоночника и складанной операции не только устала на ноги, а и народила дитя. А зараза в этой меньшем больше подробно. Космичная галена в Беларуси упевненно развивается. Про это президент заявил на церемонии открытия 31-го Международного конгресса Ассоциации удельников космичных полетов. Просновничий форум сёння почал свою работу в Минску. В конгрессе примают удел легендарные космонавты и астронавты из 18 краин, высокие замежные гости, дипломаты, представники космичных агентств, белорусские навуковцы и инженеры. В историю космичных полетов записаны имены белорусских навуковцев и космонавтов. Ветраны орбитальных полетов Пётр Климукий, Владимир Ковалёнок, удельник опошних экспедиции на МКС Олег Новицкий. Это наши земляки. Если бы не было их, наших космонавтов, вряд ли мы в Беларуси взялись бы за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси. Насколько это возможно? Мною были приняты решения, прежде всего потому, что это самые новые технологии, новейшие технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики. Это способствует подъему Беларуси на более высокий уровень. И это способствует тому, что Беларусь стала в ряд высокоразвитых цивилизованных государств. Атомная энергетика, космонавтика, другие направления. Это новое направление развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета. Белорусские окрани у Олега Артемьева, которые сейчас находятся на орбитальной станции. Удельники Конгресса трымали видеопровитания декипажа Международной космичной станции с орбиты Земли. Организация творчих пляцовок, оформление тематичных подворков и присуджение звания «Гоноровый поля шук». Сегодня у Агроград-Кулясковича прошло посаджение Архкомитета по проведению пятого фестивалю этнокультурных традиций «Клич-Палесся». Якая программа чекает удельников и гостей свята, ведая Олег Синцерову. У першиню фестиваль «Клич-Палесся» прошел в 2010-м. Яща просто два года и он отримал статус международного сирот и его гостей, представники России, Украины, Латвии, Польши. Плюс непосредственно в денеке коллективы поляшуков с восьми районов Гомельской и Трух-Брестской области. Организаторы очекают, что удел у сегодняшнего «Клич-Палесся» примет кле 30 тысяч человек для того, как пути, жадающие, с долей ли трапить у Лясковича, будет организованный додатковый рух автобусов Житкович и Петрыкова. Головная задача свята – ознайомить их много больше людей с культурой и побытом Польшуков. Главная идея и задача фестиваля была и остается. Это, конечно, сохранение и знакомство с той разнообразной культурой и традициями Полесского региона, который сегодня наиболее сохранился на территории Белоруссии. Счера кажучи, фестиваль «Клич-Палесся» – это великая, протяженностью амалью 2 километра, приотсовка для творческих коллективов, а прича тагоу денегам и гостям пропануют примерить вопротку своих протков. Поча с фестивалю человек у ее будет выглядеть особо гармонично. Организаторы Министерства культуры, Коминские и Брестские облаканкамы, Национальный парк Припятский и Шерыхбанков в уголе имкнутся зарабить фестиваль «Клич-Палесся» еще одним брендом Белоруссии. Неопочную чергу по этой причине с 2014 года людям, які унесли значную укладу развития творчого потенциала Украины, уручается специальная узнагорода. Вось такая статуэтка уручается одночасово с послужением звания гонорова «Палессяк». Зараз его мать 7 представников Белоруссии у темняку президент краины. Як чакается, по час пятого фестивалю статуэтку отримают еще некольки человек. Пятый Международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич-Палесся» пройдя у агрогородку Ляскевича 22 вересня, на опошнем перед его приведением посаджения архкомитета ворожаются питания, ке можно назвать рабочими. От организации творчих пляцовок и оформления подворков до информационного супроводжения и забеспечения аховы громадского парадка у год малой родимой усе подворки повинна обеднать агульная идея. Разом они складуть свою особливую, одиною палецкую область с властной культурой и традициями. Сколько здесь мы находим вот той самобытности, которую заложили далеко давно-давно наши прудки. Нам поэтому этого забывать не надо. Это надо приумножать. Именно в таких фестивалях вот это все становится явью. Большой интерес у нас туристических агентств, большой интерес людей. Вот спрашивают, звонят, где, когда все хотят побыть, посмотреть, принять участие. Олег Синтеров, Евгений Матейенко, телерадо и компания «Гомель», Петриковский район. У Гомельской области избирают цибулю. Уроджай дозволить и мясовые потребы задоволить и заработать на экспорте. Наши корреспонденты наведали одну из уникальных господарок региона и доведалися, как на белорусском исходе вырошивать голландскую цибулю. Виталь Белко за рулем комбайна 17 годов. Увесь этот час на полях комбината «Усход». Запляшима в опыт працы с бураками и бульбой. Зараз сбираю урожай цибулю. Культура, кажа, не капризная. Однако свои сокрыты у ее сборы есть. С восьми до восьми работаем. Так, в поле. По 12 часов. Ну, правила успеха. Гляди, едь, чтоб по раду ровно не выскакивал комбайн. Вводим, уберем, как положено. Всегда успеем в сроки. Под золото полевы господарцы отдали 200 гектаров. Это самые великие площадь регион и занятые цибулей. Белорусские агрономы тут наты с голландскими гатунками. Все лето працавали с семью видами. Усе протестированы на протягу нескольких годов. З уникальных для региона – Эксибишн. Гэтый гатунок для комбината давно стал визитной карткой. Салатный, не по правилах салотки и не выкликая слез. Одна цибулина вырастает до килограмма. Ежегодно мы садим три гектара эксибишна. Он пользуется спросом. Он у нас уходит сразу. То есть у нас его не остается. То есть мы его убираем и сразу на реализацию. Все лето на дворе для цибули было несприяльным. В борзбе с засухой местами выкористовывали поливальные установки. Ураджайность ведома крыху нижайшая, чем летость, но все же на узровне. До речи, эта господарка для Гомеля мает стратегичное значение. И она целиком задовольняет потребности областного центра в огороднении и сады вине. И все лето своих позиций не покиня. Продукцию уже чекают в России и Молдове, пока же она усховящая. Тут специальный микроклимат и система вентиляции. Все в автоматичном режиме. В засеке загрузили уже каля тысячи тонн. Большая частка пойдет на экспорт. В ближайший час спис покупников могут пополнить краины Прибалтики. Ганна Ковалева, Ольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при допомозе агентства «Теленавин». До наступления холодов готовые. 100% предприемства и организации «Гомельщины», которые являются с пожилцами тепловой энергии, отримали по шпарти готовности. Про это поведом и у начальника областной жильево-коммунальной господарки Дмитрий Згурский. Амалю все мероприемства, что ожитивляются до начала тепляного сезона, завершены альбо находятся на финальной стадии. И они включают свыше полсотни накерунков и проводятся в жилевом фонде у тепловой и водопроводно-канализационной господарках. Организации жилево-коммунальной господарки нарыхтовали свыше 350 тысяч кубичных метров драуняного палева. А так само выпробовали больше, как 3000 километров тепловых сеток. Проверили 600 котельни. Усёх это, чтобы тепляльный сезон забеспечить якосное и надеянное теплозабеспечение. Комплекс большой был проведен по жилищному фонду, начиная от кровель, заканчивая испытанием систем всех коммуникаций дома. Это электропроводка, это тепловые водопроводные сети, канализационные сети. В том числе были проведены масштабные работы по необходимому утеплению, там, где были проблемы, соответственно, дабы снять те проблемы, которые возникали в предыдущий отопительный сезон, что в целом позволит, соответственно, в тех квартирах обеспечить качественный, комфортный температурный режим. Нагадаем, у отепляльный сезон в среднем по квартире температура по ветру не повинна опускаться ниже за 18 градусов. Что год 10-го вересня означается «Сусветный день продухиления самогубствов». Основные факторы – рызыки доброхвотного схода життя, одинота, социальный недобробыт, депрессия, алкогольная и наркотичная залежность. Человеку у кризисной ситуации необходимая квалификованная допомога. Атримать я ем можно, звернувшись по номерах телефонов до веру. У Гомеля их працуе некальки. Наприклад, у Гомельским городским центры социального обслуговывания семьи и детей круглосуточно дейничая короткий номер 170. Экстранную психологичную допомогу готовы оказать специалисты областной психиатричной больницы по номеру 31-51-61. А кроме того, 11 и 12 вересня можно звернуться на прямую линию у городский центр гигиены и эпидемиологии. Атримать консультацию психолога и записаться на прием можно по номеру 25-49-06 с 9 до 11-1. Медицинский суд. Иншее вызначение тому, что отбылось с Жихаркой Калинковича, у Юлии Ягур подобрать не отрымливается. Дзяучина отрымала складанную травму позвоночника. По усих прикметах повинна была провести далейшее житё у инвалидной колясцы, а яна устала на ноги и наводна родила дитя. Подробностей крональной и незвычайной истории у сюжете Марины Джалой. Журналисты пришли у нейрохирургичное отделение Гомельско-областной клиничной больницы не только с профессийной цикавостью, а и с простой человечей. То, что в чаканне приезду Юлии Ягур распавил загадчик отделения Сергея Кириленко, саправды уразила. 29-годовый Жихарка Калинковича у заняшесного выпадку взломала позвоночник. Сергей Кириленко по экстренному выклику с допомогой санитарной авиации одразу накировался у райцентр. Тоя, у яким стане знаходилася потерпелая, не давала оптимистичного прогнозу. Им гненно провели операцию. Урач каже, что и она не уникальная, просто зарабили вельми худко. Кожная хвилина тут житёва важная. Путым для Юлии, яка на той момент была мать и трех дятей, почался складанный реабилитации. Марой было сдолить крыху ходить с допомогой помощников, бо самостоинно рухаться отрымливалась только на инвалидном кресле. Потым Сергей Кириленко на год стратил свою пациентку с поля зроку, отрымал от ее вестки летость наприконцы студеня. Юлия была на 9-м месяце тяжарности и цикавилась, ци можно ее и рожать самой, альбо треба робить кесарова сячення. Як могло отбыться, что женщина с такой тяжкой травмой знову почала ходить и навод выносила дитя. Нейрохирург не мог поверить у таких счастливых финал. А ли просты день Юлия народила дачку Софью. Операция не спотребилась, а девчонка заявилась на свет здоровой. Случаи достаточно редки при таком повреждении позвоночника и спинного мозга. И это больше всего удивляет и радует меня. Потому что, как мне думается, если в судьбе хирурга будет хотя бы один такой случай, то, в общем-то, я в хирургической профессии состоялся. Юлия Сарумец и такой пильный уваги журналистов. Бо все и ежи тег, это далеке от публичности, что джонный клопот. Праца и хатные обовязки. Усе, как у большинства семья. А потом сдарился несчастный выпадок. Трое маленьких детей у семьи, а мать прикованная до ложку. Да помогали муж и родня. А девчонка старанно выконывала парады у родшоу и в весь раз верила, что обовязково пойдет по родных стежках своими ногами. Была настроена то, что я выношу. То, что родиться я смогу то, как бы не было. Мне как бы и подготовили сначала к беременности кесарево сечения. И отправили в Гомель сюда в родильное отделение. Как бы я ехала сюда на кесарево сечение. так получилось, что я родила сама без кесарева. А врачи, вообще гинеколог не подтверждала, что вам опасно допустим выношает веревность, что это может в жизни вам служить? У нас Калинковича как бы нет. Здесь было немножко, когда приезжал Гомель, говорили, что может быть что-то, где-то какое-то осложнение, нагрузка может быть. Натхненные медицинским судом журналисты завершали с дымки, отключали диктофоны и зачиняли блокноты. Обдумывали сюжетные линии репортажа и уже развитывались из медперсонала. И тут до нас подошла пациентка, представилась Марина и Вильме попросила дать ей слово. Мы не отмовили. Зараз женщине без месяца 50. Она мать четверых детей. 11 годов тому перестали слухаться руки и ноги. Да урачо исти боялась. Свою будущую не убачила прикованной до инвалидного кресла. За эти годы прошла просто 4 операции. Усе у областной больницы. Сподяется, что это была опошней. То, как добро себя чувствовать, так само лечить судом. Судом, сделанным профессионалами. Сама воспитывала детей, шла на две работы. Вот так вот это получилось. Перестали двигаться руки толком, ноги толком двигаться. Попала в нейрохирургию. Тут очень хорошие замечательные врачи. Кириленко, Сергей Иванович, Гуринович, Андрей Васильевич, Владимир Владимирович Рожин. Они мне все на ноги поставили. Они мне сразу сказали, что все будет хорошо, будете ходить. И это уже четвертый раз, когда они металлоконструкцию поставили. Все, я двигаю руками, ногами хожу. Я жить хочу. И поэтому даже не хватает слов благодарности, как я этим врачам благодарна. Я стала жить. Нейрохирургичное отделение номер два областной больницы открыли меньше к три годы тому, что уход тут проводят около 650 операций. Прикладно 25-30 пациентов утрапляют с пероломами позвоночника. Марина Джалая, Андрей Иванов, Телерадо, компания «Гомель». У нашим наступном материале так само приклад житловой стойкости и сопредстояння тяжкой хворобе. У Гомельском кинотеатре «Кастричник» отбился превью-показ российского драматичного фильма «Часовые тяжкости». Киностужку, заснованную на реальной истории, гомельским глядачам представил наш земляк, продюсер и сценарист картины Георгий Малков. Подребязности у Паула Мехно. Режиссер Михаил Расходніков выпустил у свет вельмикрональный, смелый и натхняльный фильм драматичного жанру, побудованный на реальной истории российского бизнес-консультанта Аркадия Цукера, народженного с тяжкой формой ДЦП. День картины отбывается в 80-е годы минулого 100-го года. В центре сюжета лез хлопчика Саши, який на суперок в своей тяжкой хворобе смог стать поспеховым человеком. Однако это фильм не только про життя хлопчика. Его сенс куда больше глубокий. Для нас это история отношений отцов и детей. Это история о том, что такое настоящая родительская любовь, что такое настоящая ответственность. Многие родители воспитывают своих детей, призывая их не курить, при этом сами курят, или требуют от них одно, сами этого не делают. Воспитание ребенка самое трудное и самое тяжелое нести ответственность за то, что ты хочешь, от него требуется. Если ты хочешь, чтобы ребенок встал на ноги и ты ждешь от него каждодневной работы, конечно, работаешь с ним сам. Ты не можешь оставить ребенка один на один. Наша история про отца, который не оставил один на один, он в своем желании и требовании быть таким, как все, был всегда рядом. Это самое важное. Георгий уроженец нашего города и он частый гость у нас. И уже стало доброй традицией, когда свои последние работы Георгий сам лично приезжает, чтобы представить гомельским зрителям. И это вот в нынешних условиях год малой родины для нас это очень важно, потому что не так много кинематографистов, которые добились больших успехов, которые действующие, ныне живущие и которые способны сегодня в нашей сфере, в сфере кино показать плоды своего труда своим землякам. Головного героя в детячей годы сыграл Илья Розанову. Юному артисту досталась непростая задача передать почутце маленького инвалида, який сопростоит безлитесному свету в Акул Яго. Ролю дорослого Саша выканал молодый актер театра и кино Реналь Мухаммедов, а роль батьки сыграл вядомый российский актер Иван Хлобыстин, який отзначил, что это лепшее, что он робил в кино. Мне понравилось, тем более Иван Хлобыстин. Картина философская, да, очень поменяла мой взгляд на жизнь, так что может быть, может быть, после этого фильма придется пересмотреть некоторые подходы к жизни. На суд широкой публицы фильм будет представлен 13-го веростя, и организаторы показывают, что распадяются, что гоменские глядачей подзякой откажут на посыл, який смешается в киностушке. Павел Мехно, Игорь Марышченко, телерадио компания Гомель. Гэты, а так сама иншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершен и дякую за увагу и до новых состречу эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Практически каждую неделю сотрудники наркоконтроля выявляют людей, употребляющих наркотики и изымают достаточно большие партии зеленого дурмана. Связано это в первую очередь с вызреванием дикой конопли, которая в немалых количествах растет в нашем регионе. Очередное уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств возбуждено в отношении жителя Жлобина, у которого при досмотре был обнаружен пакет со свежими листьями конопли. Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Разделил спиртное с незнакомцем и стал жертвой преступления. Воскресным днем два молодых человека, едва узнав друг друга, хорошенько выпили за знакомство, а потом один из них не досчитался планшета. Правда, понял, что его девайс пропал мужчина только когда вернулся домой. К слову, ему это удалось глубокой ночью, ведь после такой душевной встречи исчез не только гаджет, но и ключи от квартиры. Гомельчанин обратился в милицию и оперативно по горячим следам сотрудники задержали неработающий житель Российской Федерации 1987 года рождения, который и похитил планшет. В настоящее время взбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Дорогостоящего гаджета у задержанного уже не было. Оперативники пытаются найти похищенное, а хозяин наверняка уже сделал выводы, чем заканчиваются подобные посиделки. На территории Гомельской области за прошедшие дни было зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб. В пятницу в Светлогорском районе примерно в час дня велосипедист 1957 года рождения при выезде на главную дорогу в направлении деревни Просвет не убедился в безопасности маневра и попал под колеса автомобиля Тойота Королла. Велосипедист от полученных травм скончался на месте. Отсутствие должного контроля за детьми очередной раз привело к печальным последствиям. Накануне в реанимационное отделение областной больницы была доставлена трехлетняя девочка из поселка Юбилейный Гомельского района. Утром ребенок выпал из открытого окна второго этажа. В результате падения у девочки диагностировали сочетанную травму. Сейчас она находится в больнице. Семья не состоит в списке, как находящиеся в социально опасном положении. Милиция проводит проверку. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев благодарю за внимание. До свидания.